УЗИ ПРО ПИСТОЛ является современным воплощением знаменитого израильского пистолета-пулемета УЗИ, разработанного в середине 20 века. Компания EWI, Israel Weapon Industries, выпустила эту модель, чтобы удовлетворить потребности современных стрелков в компактном и надежном оружии. УЗИ – это название, которое давно стало синонимом надежности в области стрелкового оружия. Оригинальный УЗИ был разработан в начале 50-х годов УЗИЭЛЕМ ГАЛЕМ для Армии Обороны Израиля, и быстро завоевал популярность благодаря своей простой конструкции, надежности и компактности. УЗИ ПРО ПИСТОЛ является модернизированной версией этого классического оружия, адаптированной под современные реалии. Масса пистолета составляет примерно 1,6 кг, это без магазина, что делает его достаточно легким и удобным для ношения и использования. В качестве основных материалов используется высокопрочная сталь и полимер, что гарантирует долговечность и выносливость оружия. Калибр – 9х19 парабеллум. Магазин. Существует множество стандартных магазинов на 20, 25 и 32 патрона, но также доступны магазины большего объема. Скорострельность. Примерно 1100 выстрелов в минуту. Длина ствола – 114 мм, что обеспечивает достаточную точность на коротких дистанциях. Режим стрельбы – полуавтоматический и автоматический. Помимо военного применения, УЗИ широко использовался полицейскими и специальными подразделениями во многих странах, например, США, Германия, Нидерланды и Бельгия, а также в странах Латинской Америки, таких как Мексика, Колумбия и Аргентина. Ну и конечно, УЗИ использовался во многих вооруженных конфликтах и операциях, таких как Шестидневная война 1967 года, Война Судного дня 1973 год и Ливанская война 1982 года. Также УЗИ стал популярным среди телохранителей и служб безопасности, благодаря своей компактности, надежности и емкости магазина. Он часто используется частными охранными агентствами и личными охранниками в разных странах. Что касается УЗИ в Таркове, то их существует два вида. Первый – это полноразмерный УЗИ, калибра 9х19, продается он у первого миротворца. В нем нет абсолютно ничего примечательного. Скорострельность у него 600 выстрелов в минуту, что для пистолета-пулемета очень мало. Единственное, чем он может порадовать – это низкой отдачей. У меня для этого УЗИ отведена определенная роль в следующих роликах. Я пока не буду об этом распространяться, поэтому, чтобы не пропустить, у меня есть телеграм-канал, там будут все анонсы. В данном ролике мы будем обозревать версию УЗИ Pro Pistol, которая уже гораздо более примечательная и подходит под все задачи, которые можно поставить перед пистолетом-пулеметом. То, что бросается в глаза изначально – это высокая скорострельность. Не просто высокая, а, наверное, запредельная. А именно 1075 выстрелов в минуту, что ставит ее в один ряд с такими монстрами, как МП-9 или Вектор, например. Что касается непосредственно сборки, то здесь можно поставить абсолютно все, что угодно. У него очень высокая вариативность. Даже приклад можно поменять и поставить не только стандартные какие-нибудь, а, например, поставить сюда переходник и поставить трубку АРЭ. Но лучше всего сюда поставить вот такой приклад от МПХ или МЦХ. Он очень хорошо снижает отдачу. Отдача у нас уже получилась 45 единиц вертикальной. Далее, что касается рукоятки, то я поставлю эксклюзивная цевье-рукоятка А3 Tactical M-Lock для УЗИ Pro. Почему именно ее? Ну, во-первых, это сексуально, согласись. А во-вторых, можно поставить направляющую для установки ЛЦУ, который мы тоже поставим. Я поставлю X400U. И все это будет выглядеть вот так вот. Далее, что касается ствола, то можно, конечно, поставить сюда какой-нибудь несуразный длинный ствол, но это не по-скуфовски, я считаю. Мне кажется, сюда отлично подойдет короткий ствол, но с резьбой. И при этом с возможностью установки глушителя. Я поставлю сюда наш родной ротор 43. Только потому, что он очень сильно похож на баночку пива. А это сейчас именно то, что мне хочется. Далее, что касается магазинов, то я поставлю, естественно, единственно верные магазины на 32 патронов. С его высокой скорострельностью здесь не хватит магазина даже на 60 патронов. Касаемо прицела, я хочу поставить сюда дельта-поинт, потому что он миниатюрный. Как, собственно говоря, и наш УЗИ. Мне кажется, это прям идеальное сочетание. И именно в такой конфигурации мы пойдем в первые рейды. Но для начала давайте немножечко постреляем. Патроны я буду использовать АП, потому что они самые распространенные и дешевые из бронебойных. И их можно купить на барахолке. Так, я перевел в режим автоматической стрельбы. Давайте по средней мишени. Это пиздец. Так, давайте еще раз. Если честно, за такой скорострельностью я даже не поспеваю. Я даже не могу понять, насколько быстро там образовываются отверстия, ну, в мишени. А поскольку все познается в сравнении, давайте объясню, почему на обзоре сегодня именно УЗИ ПРО, а не вот этот вот красавчик. У этого УЗИ скорострельность 600 выстрелов в минуту. Смотрите. А теперь УЗИ ПРО. Я думаю, тут даже какое-либо объяснение бессмысленно. Так, начинаем мы с таможки, потому что таможка кормит. И я надеюсь, не пиздюлями. Смотрите, какой красавчик у меня. Маленький, компактный. Прям идеальная машинка, как вторичное оружие снайпера. Так, надеюсь, сегодня мы увидим партизана. Потому что это прям задача максимум каждого моего ролика. Опа. У-у-у-у. Так. Переместимся. блин ну короче единственный существенный недостаток который я прям сейчас заметил это низкая скорость полета пули но она принципе у всех ппшек такая пока я сижу пришиваю себе руку если тебе нравится эта рубрика то дай мне знать об этом подпиской на канал лайком и комментариям спасибо до скорость полета пули 400 метров в секунду это прям очень мало это прям ощущается и как же он жрет магазины посмотрите только рейд начался все у меня уже почти три пустых магазина но хотя бы докидка достаточно быстрая здесь нужны магазины минимум на 50 патронов я не знаю 50 60 потому что ну с такой скорострельность это просто нереально стрелять вот получается я ранил их два раза пока они перебегали а у этого кираса третьего класса я так понимаю убил я его в броню так а у этого что было у этого была четвертая броня поэтому пробивал его достаточно долго хотя его походу в голову тоже убил ладно соберу жетон и потом посмотрим куда их убил в конце рейда пойдем на выстрелы посмотрим что там творится на базе решала и на библиотеке она снайпер посмотрим кстати как там на дальней дистанции давай а ну в принципе достаточно хорошо даже несмотря на баллистику этого боеприпаса вот единственный некомфортный момент это магазины то есть одного магазина на 2 чувака может не хватить давайте проверим гранаты где там кто они все на базе просто сдувает просто сдувает короче если будете стрелять то стреляйте прям до победного противника видите не прекращайте стрелять узи прям требует зажима лучше потом сидеть докидываться чем схроне собираться в новый рейд дикарь и куда дружище похоже на того с эмкой как раз таки она у меня принципе мог распилить ему прямо бочину попал мне бы гранаты пополнить где-нибудь а по слышали и я слышал давайте туда фу блин ну не ожидал если честно не ожидал а какие-то патроны фейкмейкеры опа вижу связь оборвалась она снайпер интересно был бот или чего кашник так это чего кашник и вон там еще один судя по всему куда-то погнал заберем жетончик посмотрим куда его убил давайте подпустим его на дистанцию а это ботики очень приятная отдача прям очень круто стреляет он рандомит прям ты стреляешь ты стреляешь в грудь а попадает в голову из-за первого подброса я прям вижу отчетливо как я ее беру с собой как вторичное оружие какой-нибудь там m700 или двл ки прям очень приятно с ней бегать у нее нет подброса этого лютого как у mp9 или как у вектора и и как будто бы сразу тянет вниз то есть очень приятно стрелять прям предсказуемо от бедра как у ее как плавно просто идеально сейчас пойдем ребят на завод просто стрелять от бедра даже не будем целиться так первый в живот потом в голову в грудную клетку в голову она и принципе ботов тоже в голову короче рандомит он в голову очень круто и стреляешь грудь и попадает он в голову потому что у него есть такой небольшой первый подброс он не такой существенный как у mp9 то есть выше головы не летит а летит прям в голову то есть туда куда тебе нужно так я только появился тут уже стрельба во все использовать прицел я не буду чисто от бедра погнали блин полегче ребят полегче полегче блин жрет патроны очень быстро все-все-все-все ладно ладно даже в пве нужно грамотно отыгрывать обходить с другой стороны с другой позиции чуть голову не потерял с этим ботом стреляет по мне сука со спины чего застал говорит давай спускайся другалек ладно давай тогда я тебе поднимусь первый раз они вместе по этому коридору идут не надо но она взорвется нет принципе зачем вот это да они ребят ну это прям просто моща он разрывает просто разрывает вблизи если ты будешь прыгать на лица слепить лцеухой то это просто имба будет я не знаю на п патроне он любые каски любые лица сломает просто невозможно на самом деле от него никак скрыться где-то у него отдача очень круто и очень плавно и не надо контролировать ты просто стреляешь и все главное сократить дистанцию с противником то есть примерно вот не знаю да вот такой и все и дальше дело техники даже несмотря на то что у него было свд а еще один у меня патроны заканчиваются придется все-таки целиться погнали отсюда погнали нифига себе сколько получается раз два три четыре пять шесть семь чего к еще 29 и вы кашечков на заводе интересно куда их убил надо было жетоны все подбирать а теперь я хочу попробовать вот такую вот сборочку на минимально возможную отдачу это 40 вертикальной самый длинный ствол 240 миллиметров и он существенно добавил нам точности плюс ко всему у нас целых 80 единиц эргономики то есть мы будем прицеливаться максимально быстро а также поставил сюда elkan спектр мой любимый штурмовый прицел и я хочу сейчас проверить как узи будет вести себя на средней дистанции если я буду стрелять через оптику короткими очередями ну или полным зажимом просто гляньте насколько это несуразно но прикольно выглядит посмотрите в него приклад больше чем сам узи но я надеюсь это нам никак не помешает стрелять меткая и качественно так мы на локации лес потому что лес идеально подходит для наших нынешних задач опа тут уже чвкшники куда побежали сразу перезарядимся они забегают вовнутрь сейчас будем делать просто полноценный плотный зажим славянский ух вообще нет отдача просто идеально себя показывает оружие я просто соло игрок и обычно бегаю со всеми пушками именно со штурмовым прицелом elkan спектр потому что я часто маневрирую разрываю дистанцию с оппонентом и вот хотел проверить как он будет себя чувствовать качестве коллиматора потому что штурмовых прицелах отдачи ощущается больше но тут ее практически нет кстати если ты хочешь продолжение рубрики обзора пушек с техническими характеристиками с историей создания ну и так далее тогда обязательно дай мне знать об этом подпиской на канал лайком и пиши об этом в комментариях посмотрим ходит там штурман не ходит сейчас подойдем поближе может быть там вообще партизан будет опа чвкшник чвкшник их отчет там лутал дружище давайте двинем чуть левее не думаю что он соло хотя и такое может быть сейчас его полутаю посмотрю у него гранату показалось ли там были ноги и думал то голова но мне пора выспаться ноги голова не вроде никого а не показалось не показалось блин просто распиливает распиливает но этого понятно скорее всего бил в голову хотя я конечно заберу у него жетончик посмотрим потом этому я так понимаю дал в затылок хотя броня у него не целая я потом обязательно еще буду делать обзоры в пвп режиме но в целом даже сейчас можно понять что узи мне кажется будут нерфить такие моменты в открытом поле не очень хочется сейчас заряжаться потому что партизан может быть рядом мы сейчас пойдем в сторону деревни а это дикий тихо да постой а вон он есть немножко просто немножко тянешь на себя у стреляешь чуть на себя тянешь и все тогда точно все летит в одну точку тихо у меня тут а справа еще а полегче полегче друг играет вы важный а это кто понял а что и меня обступили со всех сторон понять не могу но пока только ботов слышу вообще просто и стреляешь и обрывается связь ты стреляешь и все заканчивается просто все дело в уроне в секунду из-за такой скорострельности боеприпасные наносит просто колоссальный урон то есть него 52 единицы урона и не знаю попадаешь там три четыре выстрела пять выстрелов за секунду то есть ты получается просто плюешь в сторону оппонента и все и он умирает я каждый раз буду умиляться этому когда они отключаются от матрицы тихо тихо а вот тут что-то было не по плану это как-то понимать все отъехали быстро он как-то вообще не хотел нашел что я раскричался то давно гунов не было о смотрите прямо не буду даже выше поднимать наш сальто сделал от самогонщик ребят ну давайте с вас подписка и лайк а за вас выпиваю самогонщик на ваше здоровье ребят погнали хорошо пошло смотрите ребят вот это хорошо вот это вкусно вот это вкусная вещь отлично помню у грозы востока две штуки в одном месте было а я понял пока ходил нашел еще две пачки bt патронов еще вы кашника который сидел тут что-то делал видимо так ладно забираем кстати прикольная м к никто такие не собирает никто с такими не бегает надо будет попробовать сделать обзор все-таки пойдем на выход но у меня остался один не удовлетворенный запрос мне очень интересно как поведет себя это узишка на отступниках то есть смогу ли я зачистить базу отступников с этим музей сейчас будем выяснять так и убил получается раз два три четыре пять чвк-шников собственно говоря я пересобрал снайперский вариант решил поставить вот такую вот балумбу огромную один из самых кратных прицелов которые только возможно ну и сверху я поставил коллиматорный прицел для того чтобы можно было огрязаться ну что погнали получается попробуем подстрелить парочку отступников по моему в этом узи в этой сборке у меня все больше чем сам узи у меня приклад больше чем ппшка ну и прицел сам больше чем ппшка и так мы на маяке и смотрится это конечно максимально нелепо но это даже своего рода интересно какой прикольный прицел у нас есть коллиматорный прицел сверху достаточно удобный чтобы стрелять так у нас стоит задача сейчас не умереть от гунов если они есть на маяке и зачистить всю базу отступников сейчас зайдем сюда в общагу на второй этаж вот к этому вот окно переключаемся немного приседаем и нам должен быть виден а крестник так попробую стрелку нить справа от него а какая там дистанция а смотрите куда я попадаю целюсь я вот сюда попадаю вот сюда то есть поставим пристрелочку ну давайте метров 200 наверное так секунду секунду не 200 много давай 150 отлично 150 метров сейчас я выносливость восстановлю и будем стрелять как раз перезаряжусь да я уже чувствую что это будет непросто и так целимся ему прям жбан да главное пристреляться получается все подожди не видно ничего сейчас а тут у нас получается пулеметчик он я так понимаю немного опешил давайте нет куда-то попал и но если никто не будет на меня наседать и подождет то я обязательно зачищу эту базу отступников куда они бежали мы как неудобно когда так подожди у меня минимальная кратность прицеливания до а у меня пристрелка стояла 150 метров поэтому тяжело было стрелять тихо тихо дружище да тихо ты блять слышишь достаточно точно на самом деле если учитывать пристрелку имею ввиду шашлы меня так прессует я понять не могу пвп так не прессует как пве не расслаблялись или что напоминаю что класс точности у нас примерно 5 моа то есть это достаточно не точное оружие так вот он один на первом ангаре я ему не смогу пробить улач а этому смогу принципе дать в ухо поставлю 200 метров пристрелку сначала чтоб не спугнуть его стрельнем справа от него посмотрим куда полетит а нормально примерно вот так я попал в голову да но просто не туда видимо просто отказки от рикошетила счастья посижу передохнул ладно побежим дальше так и тут поменял немного позицию они оба сейчас на крыше ходили только что а вон они перемещаются пошел 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 а все это понимаю он на пулемет будет садиться или нет мне не будет садиться попробуем стрельнуть давайте вот так поставлю 150 метров попал но не убил так он вернулся он вернулся он вернулся стой стой да что у меня с выносливостью а так пока там этот шарится где-то давайте попробуем первого убить нет все понял хорошо а второй вернулся тихо 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 давай в шею да блин так он вернулся есть есть вот эта победа эта победа так отлично не прошло и полчаса а второй тоже там на месте давайте давайте тихо да блин выносливости не хватает руки трясутся боли да как даже я его убью уже так мы это чуть чвкшники болтаются туда-сюда как я понял по мне сзади стреляли по всей видимости его голова как будто отталкивает пули вот смотрите сейчас стреляю рядом с ним а вот так да господи да погоди да постой постой все я понял да да куда стрелять я не знаю что с пристрелкой походу поставлю на 100 метров тихо да попадаю смотри давай 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 ну ну да блин ну давай я что с арты стреляю это что арта да сука ну попади так ладно я это одолею я смогу я смогу я справлюсь у него реально голова отталкивает пули у него там магнитная установка какая-то электромагнит который просто отталкивает пули смотрите ну попал же ну попал в голову ну сколько можно ну а тихо тихо не все потеряно не все потеряно тихо давай мы сможем да 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 и ой-ей-ей-ей-ей я думал этого никогда не произойдет фу-у-у не ну все однозначно однозначно это полка нагибалка идеальное снайперское оружие берите на заметку ребят Так, давайте посмотрим на расстояние, с которых я их убивал. Первый, это который АГСник, 190 метров. Второй, который пулеметчик, 167 метров. Далее я убил инструктора, это тот, который правый пулеметчик на первом ангаре, 213 метров. Ну и самый жесткий из них терминатор, это Вайтмен, тоже убил его в голову, с расстояния 179 метров. В целом, ребят, УЗИ мне очень понравилось. Это реально терка, это лучший ПП вообще в игре. По соотношению всех характеристик, у него высокая эргономика, низкая отдача. Единственный его недостаток, это магазины. Это очень серьезный недостаток, и он может повлиять на ваш выбор. То есть многие могут склоняться в сторону вектора, например, потому что у него магазины гораздо вместительнее. То есть там можно поставить магазины на 50 патронов. Но в остальном, это просто терка, которая уничтожает врагов за долю секунды. УЗИ отлично подходит как вторичное оружие для снайпера. То есть для защиты твоего лута, или для квестов Стрелок от Бога, или там Тарковский Стрелок, ну и так далее. Мне она очень понравилась, я поставлю ей 9 куриных филе из 10. Один балл я снял именно за магазины, потому что в реальной жизни есть еще более вместительные магазины. В игре они не представлены, и они здесь очень и очень нужны. По крайней мере, если ее не собираются нерфить. Если тебе все понравилось, и ты хочешь продолжение данной рубрики, то не забывай подписываться на канал, ставить лайк и пиши об этом в комментариях. Будь здоров и береги себя, увидимся на стримах.